В эфире ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Этот день был богат на события, и наши авторы расскажут вам о том, что произошло в Рязани за минувшие сутки. Смотрите сегодня. Добрее надо быть. Рязанские школьники стали участниками акции по гуманному обращению с животными. Без лицензии сегодня никуда. Сотрудники полиции вновь пресекли незаконную деятельность по продаже алкогольной продукции. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике проходит неделя памяти защитников Рязани от нападения татаро-монгольских войск. Каждый желающий может посетить интересные экскурсии в музее, узнать историю родного города, а также ознакомиться с необычной экспозицией, представленной в рамках мероприятия. Подробности в сюжете Ольги Харламовой. Еще из школьной программы всем известно, что Рязань оказалась первым столичным городом на пути татаро-монгольских войск. 16 декабря началась осада города, которая продолжалась пять дней, по истечению которых на месте города осталось пепелище. 21 декабря прорвали оборону города, города Батыя, и Рязань была сожжена, разграблена, жители погибли или были уведены в плен. И вот это героическое сопротивление, практически безнадежное, но не позволяющее сдаться неприятелю, мы считаем событием, которое надо помнить. Также всем известно, что наш город стал Рязанью только в 1778 году. До этого он назывался Переислав Рязанский. А сама Рязань, столица Рязанского княжества, расположена была примерно в 50 километрах отсюда, напротив современного города Спаска. И вот этот город, который татары разгромили в декабре 1237 года, постепенно умер. При частных набегах татар город пустил, новым жителям взяться было неоткуда. В стране, можете себе представить, как во время любой войны, такой страшной войны, царила разруха, недостаток людей, постоянные выплаты дани татарам-монголам. Ну и вот постепенно, постепенно город исчез с лица земли. Очень долго Старой Рязани следуют археологи. И почти 200 лет такой работы дали нам возможность представить, каким был этот город. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике можно увидеть и диораму, посвященную героической обороне Старой Рязани, сделанную выдающимся художником Ефимом Дешалытым. Также тут представлены довольно интересные украшения, сделанные ювелирными мастерами Старой Рязани. Тогда было принято при угрозе жизни прятать самые дорогие вещи. Эти украшения и были найдены при археологических раскопках. 17 кладов ювелирного русского искусства было найдено на городеще Старой Рязани. И вот 17-й клад стоит совершенно особняком. Этот клад спрятали не владельцы, его спрятал мастер-ювелир. Там были и предметы, которые ему принесли починить, и предметы, которые он делал и не доделал. Там было и сырье. И вот недавно все вещи, найденные в этом кладе, мы получили после реставрации в Государственном научно-исследовательском институте реставрации. И в начале 2016 года мы будем иметь возможность показать посетителям и вот этот редкий, стоящий особняком клад. Эти произведения искусства действительно уникальны, а более подробно о них можно узнать в этом музее во время экскурсии. Ольга Харламова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В понедельник в Рязанской школе номер 44 подвели итоги акции по гуманному обращению с животными «Сделаем Рязань добрее». По словам руководства школы, за время участия ее учеников в городской акции было собрано около 140 килограммов корма для бездомных животных. Также прошли тематические открытые уроки с учащимися начальных классов. Более 70 фотографий было включено в выставку «Милые любимые животные». Ольга Харламова расскажет более подробно о том, как в юных рязанцах воспитывают не только достойных граждан, но и людей с большой буквы. Порой смотришь на голодных, взъерошенных, трясущихся от холода собак и кошек и сердце кровью обливается. Они как будто заглядывают нам в глаза. Во взгляде читается страх и тоска. Для того, чтобы помочь хотя бы некоторым из них обрести дом, в 44-й школе прошла ежегодная акция «Ищу хозяина». Уже не первый год наша школа сотрудничает с организацией «Лучшие друзья» фондом помощи бездомным животным. И эта акция проводится уже второй год. Наши дети собирают корм для бездомных животных. Я думаю, нужно как можно больше развесить листовок, как можно больше проводить акции по сбору корма и всяких вещей для животных. Я думаю, что то же самое, нужно как можно больше проводить таких акций, как можно больше листовок. Мне даже кажется, может по 2-3 листовки на каждый дом. Считаю, что, во-первых, нужно полюбить животное и обязательно найти своего лучшего друга. Детям раздали листовки с фотографиями питомцев, которым нужно найти новый дом. По задумке организаторов, они должны расклеить их возле своих подъездов на доске объявлений. Может быть, кто-то захочет завести себе четвероногого друга. И в прошлом году мы отвезли корм, два раза в год собирали корм этим бездомным животным. Ну и в этом году, я думаю, это не последняя акция. Но, конечно, самое главное, чтобы люди наконец уже поняли, что собака, кошка или другой питомец – это не игрушки, которые можно купить, поиграть и отложить или выбросить, когда надоест. Мы должны быть в ответе за тех, кого приручаем. Конечно, бывают ситуации, когда по медицинским показателям животное больше не может находиться в доме. Например, если у человека оказалась аллергия на ворс или астма. Но выбрасывать на улицу животное – не выход. Должна быть ответственность. Ну а теперь сообщения от рязанских силовиков. В минувшие выходные сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Контрафакт» пресекли незаконную реализацию алкогольной продукции. Информация о сомнительном спиртном в одном из кафе на улице Куйбышевское шоссе поступила в полицию по телефону доверия. Приехавшие по указанному адресу оперативники установили, что в заведении реализуется алкоголь с акцизными марками, вызывающими сомнения в подлинности. Кроме того, кафе не имело лицензии на торговлю алкогольной продукцией. Полицейские изъяли из незаконного оборота порядка 60 литров алкогольной продукции. Спиртное направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД. Полицейский эксперт установит, представляет ли опасность для здоровья изъятая спиртосодержащая жидкость. По данному факту проводится проверка. Предпринимателю грозит крупный штраф. Стоит отметить, что полицейские рейды по направлению противодействия реализации контрафактного спиртного и другой продукции, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения в преддверии новогодних праздников значительно усилены. Подобные рейдовые мероприятия проводятся полицейскими до окончания праздничных дней в круглосуточном режиме. Изделия Рязанского хлебозавода номер 3 были высоко оценены на международном смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий, инновации и традиции. Конкурс проводился совместно Минсельхозом Российской Федерации, Российским Союзом Пекре, Международной промышленной академии, а также НИИ. Хлебопекарной промышленности в этом году оценивали с 332 образца хлеба и хлебобулочных изделий от 57 хлебопекарных предприятий страны. Иван Крестьянинов расскажет о достижениях рязанского производителя в следующем сюжете. Рязанский хлебозавод номер 3 в очередной раз удостоен высоких наград. На 15-м международном смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий в Москве наше производство получило 4 золотые медали за высокое качество продукции. На смотр было представлено 332 образца хлеба от 57 хлебопекарных предприятий России и ближнего зарубежья. Мы удивили жюри тем, что наши изделия выработаны только из натурального сырья, только из натурального сырья и сырья отечественного производства. Призы рязанской делегации вручили за хлеб бородинский, слоеное хлебобулочное изделие «Улыбка» с курагой, сухари, сдобные пшеничный с изюмом и каравай сувенирный. Строгая жюри оценивала внешний вид, соответствие ГОСТу, цвет и даже хруст представленных вкусностей. Вот, например, нами была представлена булочка слоеное изделие «Улыбка» с натуральной курагой. Наличие кураги уже само говорит, насколько полезен этот продукт. Были представлены сухари сдобные с изюмом. Был представлен хлеб бородинский. Ну, а бородинский – это вообще ГОСТовский продукт, который очень любит рязанцы, и тем более ему присвоен знак бородинскому хлебу – рязанское качество. Сейчас предприятие активно готовится к новогодним праздникам. Кондитерский цех начал выпуск серии тематических десертов. Уникальные торты третьего хлебозавода украсят новогодние столы рязанцев. Причем, как нас уверили на предприятие, за очень умеренные деньги. В феврале же следующего года состоится очередная конференция, но уже по кондитерскому производству. Рязанский хлебозавод номер три обязательно примет участие в ней. Ну и завершить наш выпуск хотелось бы традиционным повторником сюжетом о погоде от Натальи Новиковой. Когда же придет настоящая зима и ляжет снег? Ведь практически невозможно представить новогодние праздники без главного их атрибута. Погода, установившаяся в нашем регионе, далека от представления о настоящей русской зиме. Ни тебе суровых морозов, ни снега. И несмотря на то, что казалось бы достаточно тепло и не нужно, например, откапывать из сугробов машины, многие жалуются на то, что не располагает природа предновогоднему настроению. Синоптики обещают, что зима в очередной раз начнет с нуля. Но торжество родной русской стихии будет недолгим. В начале и середине недели северо-западные потоки обеспечат поступление холодных воздушных масс из района Баренцева моря. Они установят зимний характер погоды, хотя пока еще мягкий. Так как среднесуточная температура воздуха все еще на 3-4 градуса выше нормы. В конце недели очередной цикл на Северной Атлантике развернет потоки на юго-западные и принесет в Рязани область оттепель. До конца рабочей недели главный атрибут зимы – снег, попытается хотя бы слегка припорошить землю. В ночь на 17 декабря ожидается усиление ветра и, возможно, даже метель. Преобладающая ночная температура воздуха от 4 до 6 градусов мороза. Днем в Рязани – минус 2, минус 4. А вот уже в выходные температура повысится до слабо положительных значений. Начнется оттепель и зимние сказки. Можно будет сказать «пока, до свидания». Зато уже пора будет наряжать елки и покупать подарки. Словом, надеяться на природу, но самим не плашать. И не давать в обиду новогоднее настроение. И это все новости на сегодня. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Новый день города прощается со зрителями. До завтра. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин